Зимняя забава на любой вкус и возраст. Бесплатно используют для здоровья. Самое время забросить все гаджеты и отправиться на улицу за хорошим настроением и свежим воздухом. В эфире программа «Время жить». Здравствуйте! Сегодня вы увидите. Оказывается, после продолжительных новогодних каникул приниматься резко и с большой количеством работы опасно. Почему входить в трудовые будни нужно постепенно? Зима – время для снижения веса. Занятия на морозе эффективнее, чем в теплом помещении. Переход от большого застолья к рациональному питанию. Рецепт вкусного, а главное – полезного блюда. Длинные новогодние каникулы остались позади и нужно приходить в себя и начинать работать. Как вернуть силу, бодрость духа и войти в рабочую кулью, расскажет Анна Герцовская. За время десятидневных каникул жители города многое успели. Они отдохнули, получили заряд новых сил, уделили время семье и друзьям. Некоторые рязанцы отправились в путешествие, другие провели время за активным отдыхом и отдыхом на природе. Катались в горке, с родителями, с друзьями, на каток. Я сходила, на лыжах по лесу съездили, очень позитивно, активно отдохнула. Мы были на Победе, были здесь, на Приокском, везде были на елках. Круто. Мы отдыхали в Листлянке, в поселке. Очень замечательно, мне понравилось. Вокуда как? Морозно, но приятно. Нужны ли самим горожанам такие длинные новогодние выходные? Этот вопрос, как всегда, остается спорным. Кто-то считает, что Новый год стоит отмечать не больше трех-пяти дней. А для кого-то десятидневные выходные – это шанс получить время на внеочередной отпуск. Очень долго, очень все, это как-то все стопор, везде все стоит, ничего не работает практически. Поэтому очень долго. Лучше, когда тепло. На майские праздники нет. Лично мое мнение, и лично меня это устраивает, потому что я живу в другом городе, я живу на Сахалине, поэтому мне эти десять дней – это маленький офис, который я приезжаю на Родину в Рязани. В любом случае, такие длинные праздники действительно выбивают людей из рабочей колеи. И отдохнувшим и расслабленным горожанам всегда достаточно трудно влиться в рабочий режим. Оказывается, резко начинать работать, будь то умственная деятельность или физическая, не следует. Иначе организм может получить резкое истощение от вновь начавшейся деятельности. Готовиться к выходу лучше за несколько дней, хотя бы за один-два дня настроиться на то, что скоро предстоит вливаться обратно в расписание. Если не получилось так сделать, то в первые дни нагружать себя не стоит. В первые дни лучше посвятить планированию, составить планы неделю, на месяц, на год, прикинуть, какие дела срочные и какие дела несрочные, их можно отложить. Написать отчеты, разобрать бумаги на столе и ни в коем случае не перенапрягаться. Для того, чтобы горожане смогли быстрее влиться в рабочую атмосферу, психологи рекомендуют некоторые техники. Например, использование парадоксальных установок для своего мозга. Вы даете себе парадоксальную установку. Например, я не буду сегодня вообще ничего не делать. Наш мозг не понимает частицы «не». То есть он ее буквально отрубает. Не буду работать, он воспринимает, как я настроен работать и так далее. Он мобилизуется и требует от вас влиться в какую-то деятельность. Новогодние праздники у многих рязанцев сопровождались и большими застольями, вкусными блюдами, сладкими десертами. Оказывается, что отказываться от такого праздничного объема пищи нужно тоже постепенно. Нужно прекратить употреблять блюда, которые богаты майонезом, которые содержат в себе много жареных блюд, мяса, курицы и так далее. Нужно, во-первых, уменьшить количество съедаемой пищи и изменить и характер самой пищи. То есть в основном это должны быть какие-то овощные салаты, может быть, это должны быть какие-то легкие супы типа вегетарианских, может быть, какие-то куриные бульоны. Кроме того, для тех, кто Новый год провел в большей степени за столом, чем за активным отдыхом, специалисты также советуют заняться физическими нагрузками. Можно включать в свой режим дня какие-то физические нагрузки. Ну, например, сейчас снегопад, можно выйти, почистить снег, если у кого-то частный дом или дачный участок. Подводя итоги, нужно отметить, что человек должен постепенно выходить из праздников, ни в коем случае не перенапрягаясь. Тогда и до следующего своего отпуска рязанцы смогут показывать эффективные результаты на работе, без упадков настроения и чувствовать себя отдохнувшими. Новогодний кулинарный марафон завершился, и мало кто может похвастаться тем, что похудел за это время. И тут, как нельзя, кстати, исследование ученых. Оказывается, 10-15 минут занятий на морозе равносильно часу занятий в тренажерном зале. Неужели правда? Смотрите сами. Зимой наш организм, как и все в природе, впадает в спячку. Активность почти на нуле, обменные процессы протекают вяло. А вот жировые запасы накапливаются с удвоенной силой и, как результат, 2-3 килограмма лишние. Хотя зима, как выяснили ученые, самое подходящее время не для набора веса, а наоборот, для похудения. Ведь именно в холод можно избавиться от ненавистного жира. Но если просто стоять на морозе, то результата не добиться. Процесс жиросжигания будет слабым и незаметным. Поэтому, если хотите похудеть, задоставайте лыжи и коньки. При физических нагрузках на холоде активизируется так называемая химическая терморегуляция. Этот процесс можно сравнить с печкой, которая работает в нашем организме. А топливом для этой печки является жир, который начинает топить нас изнутри. О том, что такое простуды, моржи благополучно забыли, как и о лишнем весе. Прежде всего, профилактика вирусных заболеваний, прежде всего, гриппа и ОРВИ. Также профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, онкологических заболеваний. Ну, хотелось бы еще, кроме того, отметить психоэмоциональное состояние. Температура воды в проруби 4 градуса. Погружение в холодную воду вызывает эйфорию. Происходит выброс адреналина, который усиливает выработку гормона счастья. Но для непривыкшего организма такие эксперименты – большой стресс. Поэтому нет ни одного моржа, который без подготовки полез в прорубь. Мы здоровые, энергичные люди с характером и правильным поведением. Таких должно быть очень много. Диме 9 лет и ледяным плаванием он занимается с года. Говорит, что это совсем не страшно, а на вопрос, почему не одевается сразу после заплыва, с удивлением отвечает, чтобы не намочить одежду. Сначала плывешь холодно, а потом в теле непонятная функция, и тебе тепло становится. Вот такой вот совсем юный, но уже опытный морж. А новичкам после проруби нужно поскорее обтереться сухим полотенцем и бегом в тепло, пить чай с медом. Кстати, советы о том, что при простуде помогает горячий чай с медом, являются мифом. Дело в том, что мед в горячем чае не только бесполезен, но и опасен. При его нагревании до 60 градусов и выше в нем образуется опасное токсичное вещество. Этот яд способен накапливаться в печени и вскоре стать причиной пищевого отравления. Диетологи же уверяют, что разбавленный мед в большом количестве жидкости действует очень медленно. Поэтому и лечебный эффект, на который мы так рассчитываем, во время простуды приходит очень нескоро. Куда полезнее съесть пару ложек меда и только потом запить их чаем. Поскольку на языке находится много мелких кровеносных сосудов, то мед мгновенно будет доставлен во все жизненно важные органы. Ну а для тех, кто еще не готов к ледяному купанию, эксперты рекомендуют лыжи, сноуборд или коньки. Как проводить время и досуг в городе, смотрите в следующем сюжете. А ты как думаешь, Дед Мороз кто он? Лыжник или сноубордист? Сноубордист. Нифига, у него палка лыжная, понял? А может это сноубордический посол? Представь, Дед Мороз на сноуборде как на гондоле передвигает. Прилегче на картонке съехать, чем на твоей доске. Тихо, тихо, легче, вообще не съезжать. Легче в Геленджике зимой на пляже валяться, понял? И дети, и взрослые умеют радоваться зиме и находить себе развлечения на любой вкус. В Рязани открыто около десятка лыжных трасс. На них регулярно тренируются как любители, так и профессионалы. Естественно, нравится. Просто, конечно, на лыжах уже стою не так уверенно, как в молодости. Но в любом случае катаюсь с удовольствием. И вы будете продолжать? Да, наверное, если погода будет, снегу уже не так много в этом. Просто проедешься, настроение хорошее, свой чувство замечательное. Здорово. Лыжи – это оптимальный вид спорта, который помимо свежего воздуха дает развитие всех групп мышц. Здесь руки, ноги, вестибулярный аппарат. Вообще, лыжники – самый лучший народ для спортсменов. Рекомендую всем заниматься лыжным спортом. Среди всех лыжных трасс спортсмены выделяют биатлонный комплекс. Но и за другими трассами также осуществляется качественный уход. Так что лыжня каждый день готова для тренировок. Для любителей катания на коньках в Рязани проделана очень большая работа. В эти дни открылся каток на стадионе ЦСКА. Ледовое покрытие является одним из самых лучших в городе. Этот каток действительно очень скользкий, поскольку каждый раз после его закрытия специалисты занимаются выравниванием льда. Для этого поверхность заливается горячей водой. Именно горячая вода выравнивает все неровности и царапины на льду. Среди катков популярными остаются площадки в Ледовом дворце и на стадионе Локомотив. Помимо приятных моментов, лыжи и коньки каждый год приносят горожанам различные травмы. И чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед занятием спортом нужно ознакомиться с техникой безопасности и использованием снаряжения, а также подготовиться к выходу на холод. Прежде чем выходить и заниматься спортом, надо обязательно разогреться. Должна быть удобная спортивная одежда, инвентарь, мундирование, то есть нормальные лыжи, нормальные коньки. Они должны подходить по ноге или нормально сидеть. Если неприятность все же произошла, с любой серьезной травмой нужно сразу же обратиться в службу экстренной помощи. Если человек упал на лыжне, сломал ногу, получил травму и чувствует, что он не может ни двигаться, ни ходить, то надо обязательно позвать на помощь, при возможности вызвать машину скорой помощи. Если нет такой возможности, то зафиксировать возможное место повреждения, то есть перелом различными фиксаторами. Соблюдать технику безопасности нужно не только взрослым, но и подрастающему поколению. Ведь именно дети выполняют много резких движений, бегают и прыгают на льду, катаются на ледяных горках. Родители должны напоминать им о технике безопасности и присматривать за малышами. К примеру, при катании с ледяной горки детям нужно выдерживать промежутки, чтобы не врезаться друг в друга. Тогда и прогулки малышам будут приносить только радость и удовольствие. Однако все труды будут бессмысленны, если после активных прогулок съесть что-то калорийное. Отказываться в первую очередь приходится от сладкого. Ну а чтобы переход от большого застолья к рациональному питанию оказался не стрессом и в удовольствие, готовить для себя нужно что-то полезное, но вкусное. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию следующий рецепт. Готовить для вас, как всегда, будет Юлия Смирнова. Приятного просмотра и аппетита! Если после обильного новогоднего застолья вам хочется что-то легкое, полезное и простое в плане приготовления и в плане ингредиентов блюда, и что самое главное, вкусного, то этот рецепт для вас. Сегодня мы готовим говядину с баклажанами и помидорами. Это блюдо подается горячим, и что особенно важно в холодное время года. Итак, нам понадобится говядина, помидоры, баклажаны, лук, чеснок и, в принципе, любые специи, которые вам нравятся. Мясо уже нарезано. Вообще, мясо нужно как раз-таки резать полосочками поперек волокон. Тогда оно будет насыщенным и вкусным. Мы должны нарезать лук как можно мельче, потому что затем мы должны добавить этот лук к нашему мясу, которое будет тушиться в кастрюле. Нам еще нужно порезать чеснок. На мой взгляд, нам будет достаточно буквально 2-3 зубчика, не больше. Хотя, конечно, все зависит от ваших предпочтений. Вообще, в целом могу сказать то, что здесь это блюдо зависит полностью от вашей фантазии. И еще также, допустим, если вы не хотите делать его настолько диетическим, вы можете заменить говядину, к примеру, свининой или бараниной, все что угодно. Теперь в кастрюлю с толстым дном и высокими бортиками наливаем масло. Еще можно также добавить на самом деле воду, но мы посмотрим потом по степени уже готовности. И кидаем мелко нарезанный лук и чеснок. Также можно добавить еще семьян. Можно добавить прям веточку семьяна и затем и вынуть ее, когда уже наше блюдо будет готово. Теперь мы должны это все тушить, жарить до запаха. Теперь мы режем помидоры. На мой взгляд, чем больше здесь помидоров в этом блюде, тем вкуснее и сочнее. Берем два помидора, режем кубиками и два помидора размельчаем в блендере. Можно вместо измельченных в блендере помидоров использовать уже готовую пассату, либо можно даже добавить томатный сок. И это даст некую такую нотку маринованности нашим блюдам. Режем брусочками баклажаны. Маленький секрет, это чтобы баклажаны побыстрее приготовились, нужно их предварительно посолить, то есть перед уже добавлением к мясу. Можно не бояться, что это будет очень соленым, потому что не будет. То есть мы затем можем даже обмыть эти баклажаны в соли, в воде, и все будет в порядке. Самое главное, чтобы они у нас дали лишнюю влагу. Режем помидоры для блендера. Здесь вообще можно порезать очень крупными кусками. Помидоры нам нужны измельченные в блендере, чтобы это блюдо было даже скорее больше похоже на рагу. И оно будет... мясо получится очень сочное. Вливаем нашу массу к мясу. Даже чем-то похоже уже немного на гаспачо. И теперь берем наши баклажаны и уже можем спокойно добавлять их к мясу. И все, теперь уже надо ждать, пока наше блюдо приготовится. Поставили на медленный огонь и ждем, пока мясо и баклажаны приготовятся. И где-то через 20 минут можно будет снимать с огня. В качестве гарнира можно использовать либо дикий рис, либо кускус, либо булгур. На ваше усмотрение. Самое время добавить специи. Можно использовать сухие специи, сухие травы. Можно использовать свежий, к примеру, базилик или свежий тимьян. Мы используем, соответственно, сухие, потому что зима и очень сложно найти действительно качественные и свежие травы. Вот наше блюдо. Настоящий воскресный обед. Приятного аппетита! А в следующий раз ждите очень вкусный десерт. Если соблюдать ряд нехитрых правил, не лениться и не переедать, то можно обезопасить себя от лишних килограммов. Тем более, когда вокруг так много развлечений и вкусных и полезных рецептов. С вами была программа «Время жить». Мы желаем вам хорошего настроения. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова